Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в общем, для пацанского холостяцкого замеса, а-ля, типа, это будет двухэтажный сэндвич-пицца. Нам потребуются абсолютно простые ингредиенты, которые есть у всех, то есть я пытаюсь вам показать то, чтобы не заморачиваться, то есть то, что есть у вас в холодильнике. Для этого потребуется хлеб специальный, но я думаю, такой хлеб не проблема. Вот он. Вот такой вот хлеб для этого потребуется. Дальше сыр. Так. Вот он сыр. Вот, я не знаю, какой это сыр, наверное, российский, не помню уже, какой я там покупал. Дальше колбаса. Вот здесь можно экспериментировать. То есть это могут быть и сосиски, и ветчина, и колбаса. Но у нас в данном случае колбаса докторская. Вот. Дальше нужен соус. Там кетчуп, майонез, китченес. Вот. Но майонез я не употребляю, поэтому у меня здесь соус тартар и кетчуп. Вот. Дальше что нам потребуется, это сливочное масло. У меня вот немножко вроде осталось. Кира. Кошка лезет под ноги, чуть не наебнулся. Так. И, 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 пожалуй, наверное, еще потребуются нам овощи. Помидорчик. Вот, они еще продаются. Можно еще покупать их. Не такая уж и поздняя осень, еще зима не настала. И огурчик. Так. В общем, вот все ингредиенты, которые здесь нам потребуются. То есть, абсолютно самый стандартный набор, ничего такого сверхъестественного. И дальше, что с ним делать, сейчас я вам покажу. Для этого двухэтажного замеса нам понадобится 4 куска вот такого вот хлеба. Вот. Раз, два, три, четыре. И два из них нужно будет намазать сливочным маслом. Сейчас я вам покажу и объясню, зачем. В общем, берем. И, 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 и. И, 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 и. Так, можно бильно. Так. Вот, что у нас получилось. В общем, сливочным маслом нужно мазать два кусочка. Те, которые будут с самого верху и с самого низу. То есть, те, которые будут обжариваться. Это нужно для того, чтобы он получился сочным и четким, как положено. Вот, в общем, два кусочка у нас есть. А теперь выстраиваем пирамиду, то есть, тот самый замес из начинки. Так, в общем, поехали. Берем колбаску. Так. Блядь, она завернута, конечно, так по-жесткому. Но, надеюсь, докторская колбаса должна быть неплохой. Так, ошметки выкидываем. Целлофон она тоже выкидываем. И режем тоненькими колечками. Чикс. Мы же все-таки не свиньи с вами, Поэтому, я думаю, что нужно резать потоньше. Чикс. Чикс. Так. Так. С колбасой покончено. Я думаю, на один бутер... Ну, конечно, не совсем тоненький кусочек получился, но да хрен с ним. Я думаю, на один бутер более чем достаточно будет. Переходим к сыру. Сыра нам нужно два кусочка. Раз. Этот немного поломался. Потом отрежем еще один. Так. Оп. Оп. Так. С сыром тоже закончили. Переходим к овощам. Сполоснуть все дело надо. Такс, 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 такс. Помидорка. Нож туповат уже. Пора бы заточить его. Потому что помидор... Шкурка помидора деликатная. Ну, вернее, шкурка помидора для ножа это всегда испытание. Потому что нужно резать, а не рубить. Ну, вроде получилось. Так, и теперь огурчик. Так, ну, думаю, достаточно. Короче, примерно вот такая вот картина у нас получается с нашим замесом. Вот. Ингредиенты подготовлены. То есть это, как вы видите, занимает очень-очень мало времени. Вот. И поехали дальше. Берем теперь вот этот кусок, который мы намазали маслом. Переворачиваем его. Вот. Для удобства можно положить один на один. Вот. И поехали наносить соус. Берем тартар. Но у меня в данном случае тартар. Можно использовать все, что угодно. То есть я же говорила, там, кетченес. Кетчуп плюс майонез. Либо соус отдельно, либо только кетчуп. Это уже на любителя. Я люблю соус плюс кетчуп. Так. Раз. И два. У меня уже аж слюнки текут. И дальше уже по вашему усмотрению. Слоями, как вам нравится, накладываем начинку. Я предпочитаю сначала класть колбасу. Потом овощи. И потом сыр. Ну, то есть можно в любом порядке это делать. Это уже как вам удобно. Но давайте попробуем разными способами. Итак, первый этаж у нас будет колбаса, овощи, сыр. Поехали. Так. Раз колбаска. Два колбаска. Так, помидорка. Огурчики. И кладем сверху сыр. Так. Далее накрываем это все хлебом. Кусочком хлеба. И делаем то же самое с вторым этажом. Кира, что ты тут делаешь? А ну слазь быстро. Слазь. Вот, кошка тоже хочет хавать. Но сейчас я ее покормлю после того, как закончу свой холостяцкий замес. Соус получается четкий. Давайте сейчас попробуем немножко по-другому. Попробуем сначала сыр, потом колбасу, потом овощи. Я думаю, так будет тоже интересно. Посмотрим разницу между этими двумя слоями. Будет ли она вообще. Так, поехали. Раз. Два. Так. Так. Есть. И теперь достаем вот этот вот самый нижний кусочек, который мы намазали маслом. И накрываем сверху всю эту двухэтажную прелесть. Вот такой вот гигант у нас получился. Вот. Нижний кусочек хлеба нужен вообще на самом деле для того, чтобы на него класть. Потому что вот рецепт такой, что реально нужно с обеих сторон мазать маслом, так он получается сочным. И чтобы не класть маслом на досточку там или еще куда-то, то я использую просто один кусочек хлеба. Вот такая нехитрая методика. И теперь... Блять. Огурец покатился. Так. И теперь, в общем, тут дальше два способа развития. Либо вы берете сковородку и разогреваете. Либо у кого есть, можете воспользоваться бутербродницей. У меня есть бутербродница, поэтому, пожалуй, сделаю я в ней. Но в сковородке, по сути, сковородка, по сути, ненамного отличается. Просто вам нужно подогреть до средней температуры и положить туда бутерброд. Потом перевернуть, обжарить с обеих сторон. В бутерброднице переворачивать не нужно. Так что... Я воспользуюсь бутербродницей. Видим, что наша башня получилась суперогромная. Бутербродница немного не закрывается. Но я думаю, это не критично. На самом деле, это мой первый опыт с таким огромным бутиком. Поэтому у меня же самому интересно, что получится. Пошел у нас активный процесс. Вот. Там скворчит уже все, жарится. Я думаю, что доставать нужно бутерброд тогда, когда сыр начнет плавиться. И корочка хлеба приобретет золотистый оттенок. В общем, замес мой готов. Я думаю, что получилось не дурственно. Ничем не хуже, чем в маке. Вот так вот это все выглядит. Сейчас попробуем, как оно на вкус. Реально, это шедеврально просто. Трюк с маслом работает, потому что нижний хлебушек получается с румяном. Не пожалейте масла. Эти трудности вот эти небольшие с этим лишним куском хлеба, чтобы положить туда друг на друга, оно реально того стоит. Так, ну и теперь, в общем, пожалуй, после дегустации бутерброда расскажу вам немножко о шапике, то, что вас очень сильно интересует. Наверное, начну с предистории. Я думаю, вам это тоже будет интересно, как мы вообще познакомились, потому что было это довольно-таки давно. В общем, жил я тогда еще в Запорожье. Был это где-то 2008-2009 год. То есть учился я еще тогда в универе, там, второй-третий курс. И Саша приехал в наш город, потому что он там мутил с одной девушкой. Ее звали Лена. Мутил, короче, встречался он с ней. И приехал он к нам в гости в Запорожье. И познакомил нас с ним чувак, которого звали Родик. Вот, я не знаю, если кто-то из вас есть еще, кто помнит такое шоу, как «В рот ебал». Вот, там вот был Родик. И все это еще тянется с тех времен. Вот, я тогда с ним дружил, с Родиком. И он говорит, чувак, приходи на вечеринку. Будет круто, будет офигенный чувак с Киева. Вот, я же говорю, ну окей, хорошо. Я прихожу на вечеринку и вижу шапика. А он тогда выглядел вообще по-другому. Он был супер худенький, еще меньше, чем сейчас. У него были там черные накрашенные ногти, черные накрашенные глаза, длинные черные крашенные волосы. Короче, такое. Мы там что-то тусовались, тусовались. Потом там на него объявили охоту, короче, в Запорожье наши футбольные хулиганы. Вот, в общем, там целые жесткие замесы были. Вот, он из Запорожья уехал. И потом примерно, не знаю, наверное, полгода мы не общались с ним. То есть, чего бы нам общаться, потому что, ну, как бы, мы особо не дружили, просто потусовались на одной вечеринке. Это было, по-моему, зимой. Вот, если я не ошибаюсь, короче, реально было холодно. Либо конец осени, либо зима, вот что-то такое. Он уехал из Запорожья, я там забыл уже про него, там, ходил дальше в универ, занимался своими делами. И тут наступает лето, и как-то так получилось, что, по-моему, он мне пишет, или я ему пишу, в общем, я уже не помню. Типа, чувак, погнали в Крым. Вот, по-моему, мне Саша предложил. Типа, чувак, поехали в Крым, Севастополь, там супер офигенно, ты по-любому не пожалеешь. А я не был до этого в Крыму ни разу. И я спонтанно говорю, типа, окей, хорошо, погнали. Мы берем палатку, покупаем на двоих, короче, палатку, и целые, по-моему, два месяца живем в Крыму, у чувака на огороде в палатке. С нами происходит там куча приключений. В общем, как по мне, это реально были золотые времена. Темы были абсолютно другие. То есть, я там был еще студент, Шапик был такой, на полупике славы после паники. То есть, люди еще помнили панику, но они, в принципе, помнят и до сих пор. В общем, тогда были абсолютно другие времена. В Крыму мы очень сильно сдружились. То есть, мы жили в одной палатке, тусовались, весело проводили время. Тогда еще о Ютубе особо никто не знал. Там реально 2009 год. Ну, то есть, Ютуб тогда еще Катти Клэп даже не было. То есть, о каком Ютубе речь? Мы там ничего не снимали, просто круто проводили время, фотографировались. Что-что о фотографии, я помню, мы тогда занимались фотками. Осталось много фоток ВКонтакте. В общем, после этого это стала такой традицией. Мы еще, по-моему, два или три раза ездили вместе в Крым. Саша решил провести первую фан-встречу. Это уже было гораздо-гораздо позже. Вот, зимой. Эта фан-встреча была Уги на костер. То есть, это было самое-самое начало весны. И мы жгли Уги. Тогда Саша встретил Таню. Но это был не первый раз. Они там что-то в детстве еще когда-то там знакомились. Саша у нее там вписывался. Вот, в общем, тогда я первый раз увидел Таню. Саша, я так помню, за долгое время тоже первый раз увидел Таню. Мы все познакомились тогда. Ну, я вернее с Таней. А Саша, я так понял, с ней познакомился заново. И спустя некоторое время мы уже поехали в Севастополь втроем. Сняли квартиру, в которой происходили вот этот город мечты Севастополь. Все вот эти вакханалии и так далее. Вставались мы в Севастополе. И помню я такой момент, как мы познакомились с Мартынинко. Кстати, тоже очень интересно. По-моему, если мне не изменяет память, это было как раз в период до Севастополя зимой. Мы сидели у Шапика в Черкассах. По-моему, месяц я, наверное, там был в этих Черкассах странных. Мартынинко тогда уже начал снимать какие-то дебильные видосы. Там вообще очень-очень жесткие. И как-то мы сидим вечером, не знаем, что нам делать. И Шапик говорит, давай познакомимся типа с этим чуваком. Он реально походу ебанутый, малолетка. Говорит, поржем с него, будет весел. В общем, пригласили мы Мартынинко. Он там к нам на вы вообще офигевший, потому что для него мы звезды, типа нифига себе. Мартынинко, в общем, мы с ним потусовались один раз. И там буквально через неделю или через две у него, короче, должно было быть день рождения. Его 18-летие. Вот, в общем, он напросился к нам в гости в Черкассы. Пришел, принес там кучу алкоголя, всего такого. И говорит, типа, чуваки, у меня 18-летие, говорит, у меня есть одна для вас просьба. Как бы, говорит, подарок. Говорит, пробейте мне сосок и пробейте мне член. И, в общем, на вот его 18-летие, там, я с Шапиком, в общем, мы побежали там в аптеку. Эти все процедуры. И, в общем, получил Мартынинко свой пирсинг. У него тогда был образ такого, типа, стриптизера. Он же, типа, подкачанный, кубы пресса, все дела, леопардовые трусы. И мы ему говорили, типа, ты стриптизер и так далее. И он тогда сжег по полной программе. Были вот такие вот времена, все было по-другому. Потом начался хостел и так далее. Ну и дальше уже вы все знаете. Это такая краткая, очень-очень сжатая предыстория знакомства. Сейчас посмотрим, что там с этим советом директоров. Кстати, совет директоров придумал я. Вообще, ввел этот термин я. То есть, собрание, совет директоров, пацанская вписка. Все это мои словечки. Вот, в общем, посмотрим, что там произошло. Потому что я вижу, что вы мне писали кучу-кучу комментов об этом совете директоров. Так понял, это на канале Мартынинко вышло. Потому что многие писали от Мартынинко. И, в общем-то, я на него не подписан. Поэтому особо я там не смотрел, что происходит. Короче, давайте сейчас глянем, что там. Так, чтобы зайти на Мартынинко, что мне нужно сделать? Ага, вот он у меня в похожих каналах. Блядь, мерзкий голос Андрюши жесткий. Вот это... Фу, мерзость. Так, открываем видео. Вот, встреча выпускников Blockstars. Миллион просмотров за пять дней. Ну, поехали. Я был выше всегда у вас всех. У нас встреча выпускников Blockstars. Ну, неплохо. Нормальное начало. Всем привет, я Андрей Мартынинко. Так, и, походу, очередная какая-то непонятная реклама. Что тут у него? Ага, это... Все, хватит. С меня хватит. Я уже выиграл. Короче, выигрыш. В общем, это мне неинтересно. Так, хочу уже непосредственно встречу. Я проходил. А, да, неожиданная встреча. Вот то, о чем я говорил. Что вам пиздела я за пару минут до этого? Встреча со старым другом. Так, ну, понятно. Бумчик. Очень дохуя. Блядь. Так, катаются они на... Катаются они, короче, на смарте, тусуются. В общем, все в стиле Мартынинко. Ничего по существу. Просто нарезка кадров. Из одной локации ржака и так далее. Ну, это весело, может, я не знаю. Так, жрут они батон с хлебом, походу. А что так это? А ты вопрос? Так у нас есть мясо. Мы сейчас едем на встречу с Сашей Шапинг. О, вот здесь, походу, начинается самое интересное. Все, что я сегодня рассчитывал, это она встреча с Индием, и все. Да, да и сам взял, что так получится. Ну, конечно. Чувак. Ну, как обычно, открывается дверь, сразу камеры, все, как в старые добрые времена. Встреча. Реально не видел этот видос, смотрю его первый раз. Мне же самому интересно, что там такое. Бумчик был что-то выше, чем мы все. Ну, такой, как я. Пожалуйста, вымахал. Не, был ниже. За год вымахал. Мы просто не виделись уже. Всем привет, меня тут Паша, мамочки. Сейчас я разъебу хату. Так, ну, короче, понятно. Гироскутер. Ну, понятно. По существу пока то, чем вы мне писали, что-то ничего не вижу. Может, оно дальше будет? Главное, я смеюсь, я не могу. Ну, как обычно, как и раньше. Так, ну, как и раньше, да. У нас встреча выпускников в Индии. Одного, конечно, выпускника не хватает. Да, не хватает Кирюша аккуратного, конечно, с нами. Но я думаю, это скоро изменится. Ага. То есть, теперь я понял, что случилось. Они, короче, пили-пили, втроем собрались. И говорят, не хватает Кирюша аккуратного и так далее. Ну, ребята, я не знаю. Я не понял, на самом деле, сути вот этой акции. Нафига вы мне писали, типа, иди на совет директоров и так далее. Поэтому меня никто не звал. То есть, я не менял свой номер у Мартыненко, у Шапика. У Бумчика есть мой номер телефона. Есть мой контакт и так далее. То есть, если бы они хотели реально меня видеть, я же говорю, я с ними реально не ссорился. Тем более, с Бумчиком я уже виделся. Давненько, кстати, это тоже было. И, в общем, я же говорю, я с ними не ссорился. То есть, если бы они хотели, они бы мне хотя бы написали смс-ку или позвонили, мол, чувак, мы собираемся. Типа, не хочешь ли ты к нам присоединиться и так далее. То есть, и так получается, это просто понт. Я, конечно, верю. Может быть, они не подумали. Может быть, забыли. Но, то есть, меня никто не позвал. Поэтому, я же говорю, по-любому, Саша, Андрей, Паша, вы это смотрите. Если реально хотите собраться, там, напишите мне. Обсудим время, встретимся, попиздим, бухнем. Вот. Но вот этой акции я не понял. Типа, да, круто посидели, вы круто потусовались. Отлично, что вы потусовались втроем. Но почему вы меня не позвали и потом сказали, типа, не хватает Кирюши, мне немножко непонятно. Короче, в общем, какое-то вот такое видео у меня сегодня получилось. Надеюсь, вам было интересно. Вот. Кому понравилось, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, можете ставить дизлайки. Все по-честному. И в следующем блоге я расскажу вам про работу, покажу вам интересные всякие штуки. В общем, это все. Я буду докушивать свой бутик и монтировать вам видос. Все. Пока-пока. Продолжение следует...